Приветствую вас. Хочется сказать о том, что так долго у вас длится вот эта вот история с отношениями, потому что не было диверсённости. То есть любовь была, имеется в виду, что чувства были, если я правильно вас понял, но как бы эти чувства не смогли реализоваться, правильно? И именно из-за того, что не было у чувств реализации, вы до сих пор пребываете в таком вот состоянии. Что нужно сделать? Отношения нужно до конца завершить. То есть либо понять для себя, что они в принципе были невозможны по тем или иным причинам, либо, и это уже зависит от вас, поговорить с молодым человеком и попробовать, как бы это сказать, построить отношения вечера. То есть, условно говоря, вам нужно встретиться в живую с тем, что вы сами для себя желаете. Вам нужно столкнуться с тем, что вы всегда хотели для себя, но по какой-то причине не позволяли делать себе эти моменты. По какой-то причине вы не позволяли себе быть счастливой, вам нужно разобрать тот блок, который у вас стоит на реализации ваших чувств. Вот тот блок, который у вас сейчас есть, вот он как раз не дает вам возможности это завершить, потому что вы себе подавляете то, что хотите. И вопрос возникает в том, что у меня к вам вопрос. Почему вы продолжаете подавлять в себе ваши желания? Почему вы не позволяете себе их реализовать? Чем связан фактор или феномен, если угодно, вот этого самого подавления? Чем он определяется для вас? Если вы для себя на этот вопрос можете ответить, то подавлять вы перестанете. Вы сможете реализовать как-то, да, то есть либо в прошедшей перспективе, то есть в ретроспективе, либо в будущем вы сможете эти отношения для себя завершить. Может быть, вы убедитесь в том, что этих отношений и не было никогда у вас. Может быть, будет что-то еще. Может быть, выяснится, почему у вас не могло быть взаимности, например, с человеком. И да-да, вам будет легче. Но пока у вас отсутствует завершенность, вы так и будете, к сожалению, мучиться. Именно недовершенность ваших отношений не позволяет вам перевернуть страницу, как вы говорите, да, и идти дальше. Причин, конечно, может быть и больше. Например, можно говорить о том, что в детстве у вас не было, например, каких-то отношений с одним из родителей. И это повлияло на то, что вы сейчас профессионируете вот любимого человека, как вот такую же недосягаемую для себя величину, недосягаемую для себя фигуру, как и когда-то был для вас родитель. Понимаете? То есть правда заключается здесь в том, что подобная невозможность человека отпустить, подобная невозможность жить дальше без человека, например, продиктована некими аномалиями в детских и родительских отношениях. Конечно, с этим нужно разбираться. То есть нельзя однозначно сказать, что это так. Но тем не менее. Определенно у вас есть некоторая зависимость от этого человека. Определенно вы испытываете зависимость, потому что, ну как вам сказать, если вы не можете долгое время обычно забыть кого-то, значит вы остро в человеке нуждаетесь. Если вы нуждаетесь в человека от рода, значит у вас какая-то личная заинтересованность, личная потребность в нем. Соответственно возникает вопрос, а что это за потребность, какова ее суть и почему вы пытаетесь удовлетворить ее только через, ну собственно вот этого человека, да? Почему вы не удовлетворяете ее, например, самостоятельно, что вам мешает это делать? И ответы на подобные вопросы как-таки помогли бы вам более точно определить причину того, что с вами сейчас происходит. То есть есть два направления, в которых вам можно двигаться для решения своей задачи и проблемы. Первое направление это направление внутреннее, ну условно говоря. Чем обусловлено, обусловлено почти да, ваша невозможность человека забыть. И второе направление, это направление более внешнее, обусловлено оно тем, какие условия, какие условия были у вас, что позволили случиться такому вот, ну такой вот ситуации в вашей жизни. Благодаря чему? Благодаря какой совокупности критериев в вашей жизни стали возможны такие вот отношения? Отношения такого рода, если угодно. Вот на это вам нужно ответить, на эти вопросы вам нужно ответить. И тогда, я думаю, будет гораздо проще определить причину, по которой вы так переживаете, до сих пор не можете человека забыть и начать новую жизнь. Вернее, его уже, как я понимаю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...